СТЕКЛЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору» сегодня в нашей студии Павел Рыжов, главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Самарской области, врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы, кандидат медицинских наук, доцент. Здравствуйте, Павел Викторович. Добрый день. Я вначале сказала о стеклянном поколении, читала несколько интервью, где врачи-травматологи утверждают, что за последние 30 лет детские кости стали более хрупкими. Имеется в виду, что раньше, если ребенок споткнулся, упал, он не обязательно должен что-то сломать. Насколько вообще вы согласны с этой информацией? И если они на самом деле становятся более хрупкими, то почему? Ну, здесь все достаточно просто. Конечно, совсем они уже стеклянными не стали, но существует у травматологов такая пословица. То есть если, грубо говоря, детей, ну, в смысле, наше поколение для того, чтобы наказать, нас не пускали на улицу, детей сегодняшнего поколения, чтобы наказать, выгоняют на улицу. Да, это правда. Вот. Это одна из причин. То есть, соответственно, у них есть гиподинамия, есть определенные гаджетные, если можно так сказать, под предпосылки. Я думаю, что именно так и надо говорить. Да, да, да. Предпосылки. И, соответственно, вторая причина. Соответственно, раньше детей выпускали на улицу без всякой опаски. То есть мы уходили в любом возрасте гулять на 2, на 3, на 5, на 6, на 8 часов возвращались, и никто нас не искал. Сейчас, к сожалению, практически со всеми детьми кто-то из взрослых гуляет, но при всем желании и любви к детям не всегда родители могут уделить им то время, которое они должны провести движение. Подчеркивается это опять тем же, то есть когда космонавтов, например, отправляют на орбиту и возвращают, основная проблема – это стопорос. Как только исчезает гравитация, как только исчезает двигательная активность, тут же вымывается кальций из костей, и, соответственно, происходит уменьшение их прочности, крепкости. То есть эта проблема решаема? Или, ну, если я, конечно, понимаю, что лишить детей гаджетов – это невозможно. Все-таки что можно сделать в связи с этим? Это можно упорядочить, это первое. Второе, соответственно, люди – это единственные биологические существа, которые имеют такое понятие, как осанка, после того, как они вертикализировались. И, соответственно, контроль за осанкой, контроль за правильным положением тела, оно должно возлагаться на ближайших родственников, ну и максимально давать детям физическую активность. Зачастую, к сожалению, это понимается превратно. И родители, да, отдают их какую-то спортивную секцию, но она, эта секция, достаточно однобокая по физической нагрузке, там, только в гимнастику или только в плавании. Вот. То есть физическая нагрузка должна быть разнообразной. А, кстати, уже спрошу, как вы относитесь к тому, что очень многие родители хотят, чтобы ребенок, раз уж он ходит в секцию, он не обязательно стал чемпионом, и там ведь достаточно серьезные нагрузки физические бывают. Да, согласен с вами, полностью это очередной как бы бич, то есть все немножко стало возводиться в абсолют. Нужно помнить, что профессиональный спорт, он совсем... Не полезен для здоровья, скажем так. Не совсем полезен, да. То есть для здоровья полезна физическая культура. А спорт – это максимальное напряжение сил организма, и, соответственно, свою карьеру спортсмены не просто так заканчивают в 30-35 лет. То есть они практически его изнашивают, свой организм. И, в принципе, тенденции к этому есть, наблюдается. То есть сейчас очень много гимнасток, очень много танцоров, которые приходят, и у них в 10-12 лет уже практически возникают проблемы, которые не позволяют им профессионально дальше продолжать заниматься. Трудно представить такое даже. Дети, даже те, что любят долго сидеть за компьютером, они все равно существа активные. И активные в любое время года, наверное, летом и зимой, да. Но почему именно в каникулярное время, и сейчас, конечно, к сегодняшнему моменту, в зимнее каникулярное время, так сильно возрастает количество травм детских? Ну, соответственно, здесь также все достаточно объяснимо. То есть, во-первых, родители наконец-то дома, то есть они начинают детям уделять множество, больше времени, чем они его обычно уделяют. Это, во-первых. Во-вторых, соответственно, к праздникам всегда идет подготовка, всегда открываются дополнительно катки, открываются елки, открываются какие-то увеселительные мероприятия, там, катание на санях. И, соответственно, чем чаще дети попадают на такие мероприятия, тем по законам статистическим они чаще получают травму. Как проходят вот эти каникулы? Уже можете какую-то статистику оценить? Ну, они достаточно стандартно проходят. То есть, если в среднем где-то в травматологический пункт больницы Середавина в сутки обращается порядка 40-50 человек, то в праздничные, выходные дни эта цифра достигает 120-140 человек. Какие травмы, детские, конечно же, травмы, характерные для этого времени года? Для этого времени года как раз связаны характерные травмы, которые связаны с наличием погодных определенных условий в виде гололеда, льда. и, соответственно, забав, которые, и игр, которые с этим связаны. То есть, это катание на ледяных горках, это снежки, это лыжи, ну и так далее. То есть, соответственно, горнолыжные спушки. А какие именно травмы? Что ломают? Или это сотрясение? Что чаще всего все-таки? Ну, особое внимание, особый бич вызывает сейчас такое именно применение не санок, а ватрушек. То есть, вот они более травмоопасны, несмотря на их свою мягкость. Родители их немножко перекачивают, они настолько пружинят, что дети, сталкиваясь, по сути дела, здесь вылетают, как мячик. Вот, здесь возможны и удары, как бы переломы трубчатых костей, и удар головой, то есть, да, сотрясение, то есть, это комбинированные травмы, то есть, и черепно-мозговые, и скелетные, вот, с вывихами, с переломами. А еще такое выражение слышала школьная травма. Ну, это прям нужно буквально понимать, что именно вот в школе... Школьная травма, да, существует, то есть, определенная градация травм по месту их получения, бытовая, уличная, школьная, производственная по отношению к взрослым. Школьная травма, это та травма, которая была получена в школе. Из всех травм детей, это примерно статистически 15%, и, опять же, отслеживается четкая последовательность, что из этих 15%, 80% это травма, полученная именно во время перемен, то есть, не на уроках, а именно во время перемен. То есть, тут много, как бы, причин. Они и связаны с особенностями детей, что они активные, их сложно организовывать и так далее, но и также с процессом организации пространства в школе, правил определенных и так далее. То есть, недаром же в школах всегда стараются рекреации с младшими классами отделить от более старших детей, то есть, чтобы они не пересекались, не контактировали, в плане, ну, опять же, из-за того, что проще организовывать деятельность. А были какие-то случаи, вне вашего понимания, ну, может быть, которые удивили, и что-то такое достаточно редкое? Что значит, я вам... Я имею в виду какие-то травмы, которые, ну, вообще сложно представить, как такое можно получить было. Ну, травмы, да, то есть, были такие травмы, наоборот, то есть, именно не как это получить, а насколько легко человек отделывался от этой травмы. То есть, вот мы обсуждали вопрос по поводу москитных сеток в свое время, и у нас была пациентка, которая... Они выглядят очень надежными, и дети пытаются на них там... Вот в данном случае девочка пыталась убить муху, и выпала вместе с ней скромно с 16-го этажа. Вот. В данном случае сетка ей помогла, она ее немножко... Как бы она на ней спланировала. Как на ковре в самолете немножко, да. Да, спланировала, и приземлившись, как бы она получила определенные травмы, но для такого падения это было достаточно... Фантастическое. Фантастическое, да. То есть, человек остался живой, с хорошим двигательным потенциалом. Мы с вами в лето немножко ушли, ну, хорошо. А вот эти полеты, выпадения из окна, это достаточно частое явление летом, да? Зимой мы с этим не сталкиваемся. Зимой практически, да. То есть, все люди держат окна закрытые, либо держат их на микропроветривании. Для этого есть профилактика определенная, простая. То есть, брать ручки с замочками для окон пластиковых, или с фиксаторами, которыми ребенок открыть не может. Ну, вот у этой девочки обошлось все хорошо, но я знаю, падение ребенка как раз гораздо меньше высоты, всего лишь со второго этажа частного дома, со смертельным исходом, к сожалению. Это проблема для лета, на самом деле, вот этот вопрос? Ну, определенным образом, да. То есть, статистически это число увеличивается. И если вы опоздали к началу программы, я скажу, что сегодня в нашей студии Павел Рыжов, главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Самарской области. Мы говорим о детских травмах, ну, в общем-то, о зимних, да. И вы говорили, что зима, понятно, гололед, то есть, если сейчас вот говорить о травмах, полученных именно из-за гололеда, которого, ну, наверное, нам не избежать уж совсем, то как можно здесь обезопасить своих детей, чтобы просто научить, как правильно упадать или что делать? Начать нужно с покупки правильной одежды, правильной обуви. Соответственно, обувь должна быть на хорошей прорезиненной подошве, с хорошим протектором, то есть, максимально не скользящая. Одежда не должна стеснять движения, быть достаточно свободной. Это первый, как бы, этап. А второй этап, действительно, да, научить детей, особенно постарше, группироваться. Ни в коем случае нельзя падать на вытянутые руки, то есть, всегда нужно, как бы, прижать их к телу и максимально постараться упасть на бок. Каким местом нужно упасть на бок? Упасть на бок, да, и упасть на бок. Вот по поводу остальных травм. Все-таки цель-то наша основная сегодняшней встречи, именно, ну, может быть, какими-то советами помочь родителям, да, что сделать, чтобы избежать вот этих зимних каникулярных, неканикулярных, не суть важно, травм. Вот какие бы еще вы могли советы в этом направлении дать? Ну, совет в этом направлении такие, они, опять же, больше несут организационный под аспект. То есть, нужно, чтобы были организованы горки такие, если они во дворах, то правильные, то есть, без выхода этого, конца этой горки на проезжую часть. Желательно, чтобы всегда взрослые контролировали процесс скатывания, чтобы не было столкновений, то есть, какой-то порядок в этом навести. Обращать, опять же, внимание детей, как бы, какие непоседливые бы они не были на внимание, аккуратность. Особые бичи, конечно, занимают сейчас это петарды. То есть, у нас и не все взрослые умеют ими правильно пользоваться. А что касается детей, конечно, доходит до очень печальных случаев. То есть, когда ребенок, который, в принципе, вообще не причастен, а просто шел мимо, ему в качестве игры, там, кидают петарду либо под ноги, либо еще, чтобы были лучше, в капюшон. Его куртки хорошо, там, если только куртку испортят. Ну, тоже у нас был как-то случай, когда мы лечили девочку, ей бросили под ноги петарду, по сути дела, она получила повреждение коленного сустава, с которым даже после порядка пяти реконструктивных операций она все равно стала инвалидом. Не смогли полностью восстановить, потому что очень большое повреждение было. То есть, вот такая детская шалость. То есть, не обучать обращению с петардами, а вообще просто лучше бы избежать такого обращения, правильно я понимаю? Ну, мы совсем, конечно, не избежим, но вот правильно, то есть, хотя бы то, как правильно ее использовать, не держать в руке и не в чужих людей, грубо говоря, ее не класть в капюшон или кидать под ноги, то есть, конечно, уже очень большое дело. Для того, чтобы действовать правильно, нужно все равно обладать какой-то информацией. И, в частности, я думаю, полезно было бы знать, например, вот как отличить, случилась травма, как отличить, например, перелом от ушиба или вывиха еще до того, как удастся доставить ребенка в травмпункт. Это же, наверное, тоже важно правильно. Ну, вывих от перелома, наверное, скажем так, на обывательском уровне достаточно сложно отличить, но ушиб от перелома или вывиха, конечно, можно. То есть, если ребенок после получения травмы через какое-то время все-таки встает на конечность, опирается, ей пользуется, то, соответственно, это как бы ушиб или растяжение. То есть, это более легкая травма. При вывихе и при переломе, как бы, конечности человек пользоваться не сможет. Он не сможет на нее опираться, он не сможет брать в эту поврежденную руку какие-либо предметы. То есть, соответственно, тогда вот уже действовать более радикально. Есть же травмы, при которых, ну, в принципе, нельзя тревожить, менять положение тела. И, в частности, вот тоже, как разобраться, например, какие симптомы, помимо острой боли, могут свидетельствовать о том, что есть травма позвоночника. Вот как раз эта тема характерна для упомянутых нами выше ватрушек. То есть, с них очень часто на трамплинах вылетают, падают и ударяются, как бы вот, приземляясь на твердую поверхность с таким вот, с избыточным сгибанием. Вот так получается как раз компрессионный перелом позвоночника. И самым частым симптомом, кроме боли, и дай бог, если это без нарушения целостности спинного мозга, то есть, человек может свелить ногами, самое частое это опной. То есть, первые несколько минут у ребенка возникает ощущение, что он не может вдохнуть. Вот, это как раз вот показатель. Тогда первая помощь при таких мероприятиях – это уложить человека на щит, максимально бездвижить и уже стараться передвигать только на этом щите, либо специализированном, либо импровизированном. А вообще, какими навыками стоит обладать всем нам, для того, чтобы оказать первую помощь, и как правильно, в какой ситуации действовать? Навыки, они всегда были примерно одинаковы. То есть, это самый хороший навык при травмах – это наложение транспортной мобилизации. Вот, всегда во всех учебниках, руководствах озвучивается, что это возможно даже всегда выполнять подсредством подручных средств, то есть, палок, лыжных, лыж, то есть, приматывание, то есть, все, что под руками есть. Условно говоря, руку, нижнюю конечность, если, опять же, позвоночник, в ближайшем месте снять с петель дверь, поместить человека на дверь, вот вам, пожалуйста, импровизированный щит, и какими-либо предметами, шарфами привязать, если уж нет совсем ничего под руками, кроме таких вещей. Ну, и, соответственно, неплохо иметь аптечку, которая будет иметь определенный набор средств, то есть, как минимум, антисептик, зеленка и какие-то обезболивающие препараты. В каких случаях вообще нельзя категорически трогать ребенка и только ждать приезда скорой, или таких не существует? Ну, понимаете, момент травмы у ребенка – это все-таки шок. Мы можем с вами говорить очень много и рассказывать, и показывать, но в определенный момент, и очень часто даже люди со специализированным образованием, когда в такую ситуацию попадают, они ведут себя не совсем правильно. Это когда свой ребенок. Когда свой ребенок, да. Может быть, хотя бы тот, кто рядом находится, сможет адекватно отреагировать? Ну, соответственно, если мы видим, что кинетически, то есть, по силе травмы, травмы очень выражены, да, действительно, лучше ребенка не трогать, вызвать скорую помощь и уже ожидать ее приезда. А с ватрушками-то что делать? Ну, как минимум, их сильно не накачивать, то есть, на полу спущенных ездить. Павел Викторович, а есть статистика, в каком возрасте дети чаще всего травмируются? Да, конечно, есть. Она соответствует наиболее активному возрасту. То есть, как правило, дети в наиболее активный возраст, когда они находятся, уже могут находиться без присмотра родителей, это начиная от шестилетнего возраста где-то до 11-12, когда у них еще есть диссонанс между возможностью двигательной активности и осознанием того, что они делают, скажем так. То есть, если это дети 13-14 лет, они все-таки уже, как бы, прежде чем что-то сделать, сначала все-таки думают зачастую, что делать, потом уже это делают. Вот у этого возраста, как бы, этого ограничительного момента нет, к сожалению. А насколько вообще состоятельна фраза, что дети получают травмы чаще всего из-за беспечности родителей? Ну, в какой-то степени, да. То есть, недосмотр, отсутствие организации окружающего пространства. Травмы же, это не только перелом, то есть, очень часто, например, травма, когда человек находит уксус, выпивает ребенок, и вот с этим уже потом очень долго приходится заниматься детским хирургом. То есть, банально убрать уксус из холодильника в недоступное место, и уже ее бы не было бы. То же самое и с скелетной травмой происходит. Вот. Сейчас очень много, в принципе, происходит хороших, позитивных моментов в наших дворах. Практически сейчас, заезжая в любой двор, мы видим, что много внимания уделяется на организацию... Детских площадок. ...площадок, да, дворовых устройств, то есть, и отдельные баскетбольные площадки, кольца, и отдельные футбольные, в том числе и с заграждением, и детские площадки тоже каким-то образом выстраиваются. Они уже стандартизированы, такие несамодельные, и достаточно симпатично выглядящие. То есть, это оправдывает как-то, играет определенную роль, да, для уменьшения травматизма? Конечно, конечно. Вот случилась травма, ну, не знаю, перелом там, что-то еще. После того, как ребенок выписан из больницы, если он там лечился в больнице, может быть, была операция, скорее всего, требуется реабилитация, так же, как и взрослым, да? Конечно. Это вот важно в процессе лечения? Конечно, реабилитация занимает одно из основных мест в лечении. То есть, посредством наложения гипса или выполнения операции мы только сопоставляем форму кости, потом природа, организм ее восстанавливает, и потом еще нужно восстановить функцию. Гипсовая повязка длительно, особенно существующая на конечности, она уменьшает силу мышц, трофик уменьшает объем движений, силу, и, опять же, нужно все это восстанавливать. Всегда ли вы находите общий язык с родителями, и ответственно ли они относятся именно к этой части лечения, к реабилитации? Ну, по-разному, конечно, но в массе своей, в большинстве, да, они ответственны за своих детей родеют. И есть, конечно, которые на какой-то самотек пускают, или по разным причинам, либо по недоитию, либо по причине сильной занятости. В целом, конечно же, они ответственны. А вообще вот эта часть вашей работы, общения с родителями, часто ли бывает, что не находится взаимопонимание? И я знаю, что и от каких-то медицинских важных манипуляций родители могут отказываться. Это самая сложная часть работы, конечно. В эру огромного количества свободной и легко доступной информации они ее получают достаточно быстро, зачастую не понимая полностью, к чему она относится, то есть просто сопоставив в пысковике свою проблему с полученным результатом, то есть без учета многих-многих-многих нюансов и, соответственно, последствия, которые могут наступить при несоблюдении этих нюансов. Приходится долго объяснять. У меня любимый метод – это метод рисования. Он как-то очень наглядно до них доносит. Или еще я люблю спрашивать, кто родственник является по профессии, я имею в виду родителей. Самая моя любимая профессия – это, конечно, автомеханик и строитель, потому что в плане опорно-двигательного аппарата с ними говорить очень легко. На пальцах можно объяснять, да? Да. Павел Викторович, детские и юношеские травмы могут ли напомнить о себе во взрослом возрасте уже и каким образом? Они не во взрослом возрасте могут о себе напомнить, они и в ближайшие годы после травмы могут напомнить. То есть нужно помнить, что дети – это растущий организм, и у них есть ростковые зоны, которых нет у взрослых людей. И по разным причинам эти ростковые зоны могут повреждаться и реагировать как преждевременным прекращением функций, то есть закрытием, и тогда мы будем иметь укорочение или деформацию конечности. Есть иногда такие случаи, когда ростковые зоны в ответ на травму наоборот реагируют повышенным функционированием. То есть ребенок, например, в возрасте 2-3 лет падает с качели, ломает бедро, линия перелома проходит близко к ростковой зоне, и в ответ на эту травму мы через 5-6 лет получаем бедро на 3-4 сантиметра длиннее, чем противоположное. Поэтому риск здесь достаточно больший, чем у взрослых людей. То есть лучше все-таки не травмироваться. Ну так чем же тогда мы с вами сегодня завершим программу, и вам, в общем, предоставляется последнее слово? — Хочется пожелать и попросить родителей уделять своим детям побольше времени, внимания. Как это несложно бы выглядело, пытаться донести до них опасность определенных действий, манипуляций, игр особенно. И, соответственно, быть добрыми друг к другу, любить. — Добрыми, дитильными. Спасибо большое, Павел Викторович. Мы с вами увидимся в программе «Звоните доктору» ровно через неделю. Берегите себя и своих детей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова